Библейский портал экзегет.ру представляет Сегодня на библейском портале экзегет мы продолжаем изучение первого соборного послания святаго апостола Петра. И сегодня мы будем читать четвертую главу. Первая тема – это призыв, чтобы мы перестали грешить и начали бы жить по воле Божией. Итак, как Христос пострадал за нас плотью, то вы вооружитесь той же мыслью, ибо страдающий плотью перестает грешить, чтобы остальное воплоти время жить уже не по человеческим похотям, но по воле Божией. В каком случае мы, страдая плотью, перестаем грешить? В Библии сказано – лучшая пора – труд и болезнь. Когда человек трудится, занимается созидательным трудом, созидательный труд – это не спекулятивный труд, подлинное богатство этого мира, материальное богатство создаются потом и кровью труждающихся, а не спекулятивными махинациями разных там банкиров, которые на самом деле вносят дисгармонию в социальные отношения, имеющие место быть в этом мире. Когда человек трудится, он действует в соответствии с волей Бога. Даже когда Адам, созданный Богом, был помещен в рай, было сказано – храни и возделывай его. В каком еще случае человек, страдая плотью, перестает грешить? Когда он болен. Когда человек болен, ему не до грехов. Он испытывает физические страдания, муки. Именно в этот период нашей жизни мы произносим самые горячие молитвы перед Богом, даем решительные обеты, обещания перед Богом. И апостол Петр здесь пишет далее. Ибо довольно, что вы в прошедшее время жизни поступали по воле языческой, предаваясь нечистотам, похотям, мужеложству, скотоложству, помыслам, пьянству, излишеству в пище и питье, и нелепому, и долослужению. Сказав, что довольны уже этого, Петр как бы задается вопросом – да это все было уже в вашей жизни, когда вы поступали по похотям. Принесло ли это гармонию в вашу жизнь? Конечно, нет. Конечно, реакция на нас, что мы стали жить иначе, чем мы жили до этого, может быть разной. И Петр далее пишет. Почему они и дивятся, что вы не участвуете с ними в том же распутстве и злословят вас? Мир не принимает нас, прежде всего потому, что мир возлюбил грех, а мы возлюбили праведность. Не в том смысле, что мы праведны, а в миру грешники. Но у нас есть стремление к праведности. И это та реальность, которую мы переживаем в себе. Я бы сказал, экзистенциальная реальность, потому что то, к чему мы стремимся, для нас тоже недостижимо. Мы возлюбили праведность, но грех еще продолжает царствовать в нашей душе. Поэтому пора Христу воцариться в твоем и моем сердце. А те, которые злословят нас за то, что мы не участвуем в их распутстве, в чем они нас обвиняют? В наших прежних грехах. Как мы жили, пребывая в неведении. Они как бы мстят нам за то, что мы перестали быть такими, какими они являются в настоящее время, или не хотим оставаться такими. Они дадут ответ имеющему вскоре судить живых и мертвых. Ибо для того и мертвым было благовествуемо, когда Христос сходил в ад, чтобы они, подвешившись суду по человеку плотью, жили по Богу духом. Вот здесь такое обобщение предлагает Петр, как бы обращая наше внимание на то, что не только непокорным, который во дне Ноя благорестовал Христос, сойдя в ад, а всем мертвым. Впрочем, близок всему конец. Итак, будьте благоразумны и бодрствуйте в молитвах. То есть недолго нам осталось терпеть рожение плоти, плоти ослабевает, смерть приближается. Более же всего имейте усердную любовь друг к другу, потому что любовь покрывает множество грехов. Если мы проявляем снисхождение к другим людям, любовную заботу о них, то мера того, как мы относимся к другим, может оказаться мерой того, как Бог отнесется к нам. И если мы прощаем другим людям и грехи, содеянные против нас, то есть основание предполагать, что Господь простит и нам наши грехи, о чем здесь и сказано, что любовь покрывает множество грехов. Будьте странолюбивы друг к другу без ропота, то есть принимайте странников, принимайте участие в их жизни. Служите друг другу, каждый тем даром, который получил, как добрые домостроители многоразличной благодати Божией. Действительно, каждый, какой дар имеет от Бога, он должен посвящать его на служение Христу и его Церкви. «Говорит ли кто?» «Говори, как слова Божия!» Вот это известное высказывание апостола Петра о том, что любая речь, которая произносится нами, она должна отталкиваться от слова Божия. И в те времена, во дни Христа и во дни апостолов, очень известным было такое рассуждение, оно записано в еврейской Мишне, в трактате Перкиавод по учению отцов. Следующее поучение. «Если за столом, где едят люди, не вспоминаются слова из Писания, то это трапеза мертвецов». И призыв Петра, «Говорит ли кто?» «Говори, как слова Божия!» Это призыв всегда иметь вечные глаголы Священного Писания в своем сознании и, отталкиваясь от них, вести любую беседу. «Служит ли кто?» «Служи по силе, какую дает Бог». То есть, человеку не требуется то, что сверх его сил. «Дабы во всем прославлялся Бог через Иисуса Христа, которому слава и держава во веки веков. Аминь». А разве Христос не Бог? Почему здесь сказано, «дабы во всем прославлялся Бог через Иисуса Христа?» Иисус Христос – это посредник между Богом и человеками. А по святым отцам, как они учат, посредник между Богом и человеками должен быть и Богом, и человеком одновременно. И таким Бога-человеком был Христос. И далее таинственные слова, на которых мы остановим наше внимание. «Возлюбленные огненного искушения для испытания вам посылаемого, не чуждайтесь, как приключения для вас странного». Давайте посмотрим, как святые отцы и объясняют, что такое огненное искушение, которого нам не надо чуждаться. Древнехристианский экзегет Иларий Арский в своем трактате «На семь кафолических посланий» пишет, то есть, они считают новыми страдания в небывалых делах, но, однако, они старые, потому что это роды пророческих страданий. Теперь Петр объявляет, что все роды страданий заключались в кресте Христа, чтобы не требовать от нас того, что Он Сам не претерпел. Огненное страдание – это те страсти, которые испытал Христос, это те страдания, которые Он испытал, превозмог, претерпел нас ради человека и нашего ради спасения. Кассидор в трактате «Обзор апостольских посланий» пишет, «Петр ободряет верующих, что им не стоит огорчаться из-за приносимого страдания, ибо Христос за нас претерпел больше, чем кажется мы выносим за веру Его. Следовательно, при таких обстоятельствах надо радоваться терпению, чтобы перед Ним Христом прославлялась совершенная радость. То есть совершенную радость проявляет христианин, когда исполняет слава Христа, а Христос говорит в Нагорной проповеди «Радуйтесь и веселитесь, когда будут гнать вас, поносить, всячески злословить вас меня ради». Фефилакт архидский, и вот толкование на первое послание Петра пишет, «И это добавляется сказанному ранее, апостол замечал, что некоторые соблазняются постигшими их скорбями, так как в законе обещается работающим Господу мир, и хотя выше, когда он давал правила слугам, кратко утешал подобным образом, но теперь дает простор речи и говорит «возлюбленные», самим этим наименованием тотчас показывает, что скорби бывают с ними не потому, что Бог ненавидит их, но потому, что очень любит их. не чуждайтесь то же, что не удивляйтесь, потом он скорби назвал огненным искушением и тем показал, что они не спосылаются на них для испытания. Огненное искушение это огненное испытание, а именно огнем проверялось, если в золоте примеси или это чистое золото и огонь искушений, который касается нас, гонений, скорбей, которые попускает нам Господь, они очищают нас от всяких примесей. И об этом важно помнить и об этом нельзя забывать. Но как легче перенести страдания? «Но как вы участвуете в христовых страданиях, радуйтесь, да и в явлении славы Его возрадуйтесь и восторжествуете?» То есть посвятить свои страдания страдающему Христу. И испытать радость, что мы хотя бы отчасти можем испытать то, что Христос совершил в себе самом нас ради человека и нашего ради спасения, испытав мучения за грехи наши. Если злословят вас за имя Христова, то вы блаженны, ибо Дух славы, Дух Божий почивает на вас, теми Он хулиться, а вами прославляется, только бы не пострадал кто из вас как убийца или вор или злодей или как посягающий на чужое, а если как христианин, то не стыдись, но прославляй Бога за такую участь. То есть стыд для христианина, если мир наказывает его за реальное уголовное преступление. Но если никакой вины на нас нет, а мир горит и преследует нас, мы знаем, это за Христа. потому что, как сказано в Библии, желающие жить благочестиво будут гонимы. Вы слышите, братья и сестры? Не живущие благочестиво будут гонимы. Желающие, только хотящие жить благочестиво будут гонимы. А если кто-то будет стремиться не просто жить благочестиво, а начнет жить благочестиво, его убьют. Ибо время начаться суду с Дома Божия, то есть мы первыми испытаем трудности в этом мире, а мирские люди потом, после нас. Им будет казаться мирским людям, что они одерживают победу над церковью, триумф. На самом деле мы в своих страданиях будем предвестниками гибели мира. Ибо время начаться суду с Дома Божия, то есть важно, чтобы в этой жизни мы получили наказание, чтобы не отвечать будущей. Если же прежде с нас начнется, то какой конец непокоряющимся Евангелию Божию, воспрошает с удивлением апостол Петр. Если нам Господь попускает страдания, то что же ждет мир? И если праведник едва спасается, то нечестивый и грешный где явится? Действительно, для нас верующих существует много препон, сложностей в достижении пути спасения. А что же говорить о людях, живущих без таинств благодати Божией? и так страждущие по воле Божией, то есть страдающие по воле Божией, да предадут Ему как верному Создателю души свои, делая добро. То есть когда мы страдаем, мы доверяем наши души Богу. Если Он нам что-то такое посылает, мы упываем на то, как сказано и у апостола Павла, что Бог никогда не пошлет нам испытания сверх наших сил, но в самом испытании пошлет нам и некое облегчение. Спасибо, Господь. Спасибо.